Внимание! Отличное предложение для тех, кто хочет на самом деле надежного либо рабочего коня, либо просто автомобиль на каждый день, чтобы можно было что-то положить. Но особенно подойдет для тех, у кого дача, кто занимается, возможно, каким-то строительным бизнесом, либо какими-то небольшими перевозками. Ребят, настоящая рабочая лошадка. Наверное, одна из лучших ЛАД, которую, в принципе, делали ЛАД Ларгус. Тут хотя бы понятно, для чего и как этот автомобиль создавался, а не как какие-то там, зачем их делали, типа, калины и прочих непонятно куда. Да, смотрите, автомобиль приехал в родной пробег 36 тысяч. То есть, на самом деле, вот, она, у нее состояние, как из салона, она обслуживает. Ну, по сути, машина, что, 20 тысяч только назад, по сути, прошла обкатку. И она идеальна по внешнему виду, по своему техническому состоянию, по салону. Вот она, говорю, просто как есть. То есть, повторю, нужна машина, чтобы вот купил и лет 5 забот, бед не знал. Такую можно брать смело и в кредит, и в лизинг все это у нас есть. Потому что, ну, знаешь, что прикол взял в лизинг, да, там еще лизинг платья и на истоп башляй. Я еще думаю, зачем мне это надо. Нет, ну, тут как бы смело можно этим заниматься. Давайте красненько просто глянем, что тут есть за Largus. Я вам тут песни петь дифферамбы не буду. Реально классный автомобиль. Если бы у меня была стройка, я бы себе однозначно что-то подобное бы рассматривал. Отдается комплект зимней резины, причем на дисках, на таких штамповках. Да, огромнейший багажник, за что его любят, плюс прямой, соответственно, сюда можно грузить тонами. Смотри, да, везде вся в пластике, то есть у нас такой кроссовый вариант. Есть рейлинги, можно еще сверху что-то взять, положить. Здесь, гляньте, насколько это классно. Черно-коричневые вот эти цвета считались хорошими, такими дорогими для Lada, в принципе. Ну вот вы видите сами, какое состояние, я же не вру, я говорю, как оно есть. Девственная Lada, ну по сути, что такое 30 тысяч для Lada? Блин, вообще это копейки. За техническую часть говорить вообще нечего, поскольку, ну, она вот сел, завел, поехал. Вообще никаких нареканий тебе тут нет. Смотрим салон. Тоже чистота, чистая крыша, торпеды не поцарапаны, ничего, глянец тоже. Вот она, тут, смотрите, кулиса не болтается, ручник держит, все кнопки, все работает. На самом деле это адекватный, нормальный пробег для Беларуси, набралась новая салона. И сколько тут в Беларуси накатаешь, на работу ездят, по сути. То есть, ну, безумно интересный экземпляр. Простая механика здесь у нас по климатической установке. Магнитофон, он с блютусом, хорошо. Просто рабочий, нормальный аппарат. Еще один автомобиль, который смело могу рекомендовать, за который мне не будет стыдно ночью спать ложиться. И кошмары сниться точно не будут, что я тут что-то приукрасил. Вот оно как есть, я вам рассказал. Дальше смотрите сами. То, что кому нужен Ларгус, тот понимает, кому нужен Ларгус. И вот именно этот Ларгус идеален. Объяснил, почему выше. Все.